Добрый день, дорогие участники! Приветствую всех, кто смотрит запись этого вебинара и напоминаю вам, что не забывайте ставить лайки под видео, таким образом повышая рейтинг вебинара и делая его более доступным для просмотра другими участниками. Ну а теперь я хочу представить нашего сегодняшнего спикера Виталия Станиславовича Цигельного, который расскажет нам о Google Meet, записываем, публикуем видео уроки на YouTube, как создать интерактивность. Виталий Станиславович, мы вас ждем и готовы к вашему выступлению. Спасибо, Татьяна Викторовна, за представление. В двух словах о себе. Я преподаватель математики и информатики. Уже более 10 лет я работаю в онлайн формате, именно когда в режиме реального времени провожу свои занятия. И вот уже 2020 год подарил нам множество инструментов, с помощью которых мы можем проводить свои занятия более интерактивно, намного проще, чем это было 10 лет назад. Я когда 10 лет назад начинал, я просто был в поиске тех людей, которые умеют это хотя бы делать. То есть нужно было не просто созвониться, нужно было использовать какие-то виртуальные доски. Системы дистанционного обучения только зарождались. Moodle тогда еще был таким сереньким, вяленьким, а других системах дистанционного обучения, таких как Google Class, даже не приходилось говорить. Но сегодня все создавать намного проще. Если вы присутствовали на моих других вебинарах, я рассказывал, как организовать трансляцию, конференцию в Zoom, установить соединение с помощью скайпа, сегодня мы добрались до инструментов Google. Такой простой инструмент Google Meet. У нас треки, у нас вебинары посвящены в основном какому-то одному инструменту, но здесь настолько простой инструмент, что о нем я вам расскажу за 3-4 минуты. У каждого получится установить соединение, то есть там мы заходим на Google Meet и конференцию можно сразу начинать. Никакой установки дополнительных программ, никаких первоначальных настроек делать не нужно, сразу все работает. Конечно, простота, она ограничивает функциональность, но для проведения онлайн занятия это подходит идеально. И поэтому через уже 10 минут мы с вами рассмотрим, как же записывать и публиковать свои видео уроки с помощью такого гиганта, как YouTube. И если хватит времени, в рамках сегодняшнего вебинара я покажу, как эти уроки превращать в интерактивные уроки, интегрировать нас в свой веб-сайт, но эти темы уже, конечно, более обширные, о них я просто кратко вам расскажу. Вы узнаете вообще, что существуют такие элементы, и не надо быть там 7-5 во лбу программистом. Можно использовать эти инструменты простым учителям, преподавателям, не тратить много времени, а свои занятия делать более интерактивными. Поэтому основные темы сегодняшнего вебинара я перечислил. Переходим непосредственно к Google Meet. Поставьте вообще плючки, кто пользовался Google Meet вообще, и кто с этим инструментом ни разу не сталкивался, то ставим нолики. Поэтому мне интересно узнать, сколько человек вообще использовали этот инструмент для связи, для коммуникации друг с другом. Вау, вообще никто практически, да? Вы что, самый простой такой вот инструмент, с помощью которого вы имеете возможность начать, да? То есть для того, чтобы начать, необходимо просто перейти по этой ссылке, я вам дублирую, и там, когда вы открываете эту ссылку, вы можете начать новую встречу. При нажатии на эту зеленую кнопку, Google всегда делает удобным то, что необходимо нажимать. Нажимать он, подсвечивает каким-то определенным цветом, делает это в центре экрана. Вот, и при нажатии вы можете создать встречу, для вас будет доступна ссылка. Начать встречу с мгновенным запуском, а можно добавить и интегрировать эту встречу в Google Календарь. Поэтому, когда мы начинаем какую-то встречу, так, то к ней можно будет мгновенно присоединиться. Вот давайте попробую сейчас нажать на данную кнопку, и вы попробуете присоединиться к данной видео встрече. Так, давайте я сейчас сделаю вторую ссылку, то есть по второй ссылке. Те, на Виктору нужно удалить, потому что я делал так, копировать данные. Вот я вам ее еще раз, и попробуйте просто нажать. Если у вас нет никакого программного обеспечения, так, показать все, разрешить всем. Ну все прекрасно, вот у нас за одно мгновение пользователи подключились. Так, а можно подключаться без звука? Так, 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 иначе наша конференция сейчас будет иметь много фоновых шумов. Так, да, поэтому для тестирования сейчас давайте еще пару секунд я просто разрешу всем подключиться, чтобы вы видели, что буквально за одно нажатие мы можем подключаться. Свой микрофончик в Мирополисе я отключу на мгновение. Ну все, встреча началась, встреча идет, поэтому, да, участники тогда, участники отключили микрофон, поэтому я параллельно буду рассказывать в Мирополисе, а эта конференция у меня отображается на втором экране, я рад вас видеть. Очень приятно, что с помощью вот этого Google Meet я увидел ваши лица, потому что в Мирополисе, когда проводишь мероприятие, практически один сидишь и вещаешь, и непонятная реакция слушателей. Google Meet нам дает абсолютно бесплатно возможность созваниваться друг с другом. Раньше этот сервис был платный, а потом в условиях пандемии они анонсировали его как бесплатный инструмент, поэтому можно использовать преимущества Google Meet. Ну давайте рассмотрим основные возможности и как создавать подобную встречу, то есть при нажатии на кнопку 1, обратите внимание, я создаю презентацию таким образом, что если у нас есть возможные варианты выбора, и мы нажали пункт 1, то потом я уже рассказываю под пункты 1, 1, это значит мы выбрали первый пункт в прошлом слайде и нажали копировать ссылку. При первом запуске Google Meet может спросить использование микрофона, в последующий раз он уже будет сразу подключаться к видео встрече, и можно будет его использовать. После того, когда вы разрешили использование микрофона, вы попадаете в виртуальную комнату. Вот на моем планшете несколько веб-камер, по умолчанию сработала камера заднего вида, я нажал на вот эти вот три кнопки и перешел в настройки. Здесь можно изменить настройки аудио, если вы подключаете микрофон, гарнитуру, и можно изменить настройки видео. Все, поменял видео настройки на переднюю камеру, и все, можно организовывать встречу. То есть первоначально по той ссылке, которая сформирована, вы еще не подключены, даже если передали своим обучаемым, они ждут вашего приглашения. Поэтому мы нажимаем на кнопку 1.5 присоединиться, вот, и после присоединения можно уже начинать демонстрировать свой экран. Я использую несколько экранов на компьютере, обычно выбираю тот экран, который буду транслировать, и кнопку нажимаю поделиться. Если вы делали подобное в каких-то других сервисах, то вы прекрасно понимаете, что можно делать аналогично и в Zoom, и в Skype. То есть одним нажатием мы созваниваемся, и есть отдельная кнопка для демонстрации своего экрана. После того, когда экран видят ваши слушатели, можно приступать к началу своей лекции. Ну, в принципе, это основные настройки, которые необходимо делать. Вот я вам показываю, как у нас прошло соединение. Здесь, если мы сделаем сейчас демонстрацию экрана, у нас Мерополис иногда разрешает сделать демонстрацию экрана, иногда запрещает. Я сделаю демонстрацию своего второго экрана, и те участники, которые подключились, увидят друг друга в вебинарной комнате. Так, экран второй, начать трансляцию. Демонстрация приостановлена. Ну что, помашем участникам вебинара. Спасибо, кто включил камеру. Так, Виктор, Любовь, Вера Валерьевна. Все мы уже присутствуем на вебинаре, созвонились с помощью Google Meet. И поэтому я могу включить или попросить кого-то включить микрофон, поздороваться и дальше проводить наше мероприятие. А если мне уже непосредственно нужно будет включить демонстрацию в Google Meet, то вот здесь справа, видите, доступна кнопка демонстрации экрана. То есть я могу отображать весь экран, могу отображать отдельные окна или вкладки. И вот если я нажму отображать весь экран, я могу уже, соответственно, наоборот выбрать. Поделиться своим первым экраном и участники, которые сейчас в Google Meet, видят экран вебинарной комнаты. Вот такие фокусы можно проводить со стримингом, показывать различные экраны, демонстрировать различные презентации. Делается все это очень легко, то есть буквально одно нажатие и вы уже в прямом эфире вещаете и демонстрируете свой экран. То есть если это делать с помощью других систем, то есть с помощью стриминг-систем, то там всегда, конечно, нужно сделать много настроек, делать это сложно, потребляет много ресурсов. А Google Meet не берет никаких ресурсов, то есть если необходимо запустить какое-то мероприятие, то это самый легкий, удобный способ, потому что не надо ни устанавливать, ни Zoom, ни Skype, не надо десктопных версий. Мы сразу через браузер начинаем созванивать. Ну что, я возвращаюсь к нашей презентации. Здесь я уже продемонстрировал в режиме реального времени настройки, которые необходимо делать. Так, настройки, которые мы делаем. То есть разрешаем, показываем, вот видим участников. Я тестировал вчера. Ну и все, можно встречу завершать. После завершения встречи, то есть все, вы спокойно можете заниматься другими делами. Экран ваш не будет редактироваться, не будет транслироваться. Ну, дальше я расскажу о таком сервисе Google, как Google Classroom. Давайте тоже проведем небольшой опрос. Скажите, кто использовал Google Classroom вообще в своей деятельности и какие вообще системы дистанционного обучения используете. То есть их много, все они работают аналогично. Я люблю пользоваться как и Moodle, и Stepic, но как люблю пользоваться. То есть, когда необходимо, то есть можно сделать в любом другом. Только Zoom. Так, пишут нолики. Zoom Moodle Teams. Плюсики. Так, значит, Василий Витальевич делал. Ага. Так. Хорошо, смотрите. То есть Google Classroom это тоже инструмент, который позволяет проводить дистанционное обучение. Но это у нас инструмент для оффлайн обучения. То есть, когда вы для дистанционного оффлайн. Я разделяю дистанционное обучение на оффлайн. Это когда мы публикуем задания и настраиваем автоматическую проверку заданий. И онлайн занятия. Это когда автор, преподаватель, учитель в режиме реального времени рассказывает ученикам какой-то материал. То есть, любая система дистанционная обучения, она служит для удобной публикации материалов. Зайти на Google Classroom вы можете по вот этой ссылке. Просто напишите Classroom. Так, давайте я вам может быть продублирую. Classroom.google.com Вот, и потом у вас есть возможность создать свой курс или присоединиться к какому-то существующему курсу. Ну вот, к примеру, попробуйте войти в Google Classroom, нажать кнопку присоединиться к этому курсу. Здесь я пока его еще не наполнял материалами. Но вы сможете подключиться к этому курсу. Так, то есть, вот здесь, если у нас есть пользователи, те пользователи, которые меня смотрят в Zoom, наверное, видят мой второй экран, да, и преподаватели. Вот, можно добавлять различных учащихся, чтобы вы могли без ввода какого-то кода подключиться к Google Classroom. Да, я вам скину, к примеру, ссылку. Попробуйте присоединиться. То есть, со временем я там опубликую несколько тестовых заданий в этом курсе. А вы можете посмотреть курсы автора. И там у меня где-то курсов 30, наверное, созданы по различным дисциплинам. Они короткие, они удобны тем, что мы легко и быстро размещаем материал. Было даже отдельное расширение, которое позволяло, вот, когда просматриваешь какой-то ресурс, добавлять сразу этот ресурс, ну, веб-страницу в класс Google Classroom. Но потом они что-то убрали. Но я, когда серфер в интернете, я понимал, так, эта ссылка, этот веб-сайт будет полезен обучаемым по информатике, этот веб-сайт будет полезен моим ученикам по математике. И буквально одним нажатием нажимал на расширение в браузере. Ну, потом они эту функцию убрали. То есть, Google старается сделать как можно меньше заморочек. И, то есть, у них все инструменты, ну, по принципу простоты. То есть, если мы зайдем на главную страницу Google Classroom, вот я выделил 1, 2, 3, 4. То есть, 4 основных кнопки. Это лента, где отображаются все ваши материалы. 2. Это задания, которые вы будете публиковать. То есть, это тесты, опросы, там, задания для выполнения, чтения и так далее. Пользователи. Это те пользователи, которые подключаются. Посмотрим, по моей ссылке кто-нибудь перешел или нет. Ух ты, сколько человек прибежало. То есть, вы сейчас можете протестировать. Я вам помогу. Все, учащиеся уже есть. Да. Давайте я даже на второй экран переключусь. Покажу, что вот буквально одним нажатием и ваши студенты попали в курс. То есть, если вы работали когда-то с Мугл, это, конечно, дедушка, его никто дистанционного обучения, его никто никогда не выкинет, не сдвинет, потому что все университеты завязаны на нем и будем в нем работать, то там приходилось преподавателю пройти отдельный курс обучения, чтобы создать свой курс дистанционного обучения. И я потом даже где-то сделал небольшое исследование по поводу того, насколько экономит время любая система преподавателя-учителя. То есть, бывает иногда ты тратишь больше времени на изучение какой-то системы, чем она тебе потом экономит время с твоими обучаемыми. То есть, если у тебя немного обучаемых, идете какой-то один класс или одну группу, то для чего нам такие курсы? Можно этим ученикам просто отправлять письма по e-mail, да, в групповой рассылке, и они будут получать материалы. И вот на свой вопрос, почему необходимо это делать, ну, потому что система дистанционного обучения хотя бы умеет автоматически проверять задания. То есть, мы здесь можем опубликовать какие-то задания, вот здесь я, к примеру, делаю какое-то задание. Давайте я вам сразу в режиме реального времени продемонстрирую свой экран. Так, вот, смотрите, вот у нас, получается, наши пользователи, да, то есть, я с вами поделился только ссылкой. Вы, когда создадите свой курс, то есть, создать свой курс очень просто. Переходите на Google Classroom, нажимаете кнопку «Создать курс», и у вас уже появляются четыре этих вкладки, да. Потом, когда необходимо пригласить пользователей, то есть, мы просто пригласить учащегося, нажимаем на эту ссылку, я скопировал эту ссылку, поделился вы все у меня в курсе. То есть, курс уже создан, то есть, здесь не нужен отдельный администратор, который вам зарегистрирует домен, подключит туда систему дистанционного обучения, настроит, распределит роли преподавателей, обучаемых администраторов. Здесь вы делаете все самостоятельно. И, к примеру, необходимо какое-нибудь создать задание. Вот здесь я создаю какое-нибудь задание, да, название. Там, допустим, делаем первый тест, первый тест, так, первый тест. То есть, пока я вам подготавливаю какой-то первый текст, тест, так, тест, тест, инструкция не обязательно. Так, для кого задание? То есть, и здесь делаем создать, вот можно Google форму создать. И здесь какие-то, появляется уже Google форма для проведения тестирования. Делаем здесь новая форма, там первый тест, тест, пока я вам подготавливаю первый какой-нибудь тест. Так, что у нас ждет? Первый тест. Делаем первые вопросы. Ну, здесь я попрошу, чтобы вы представились, к примеру, да, и вы со своими, для своих слушателей тоже создаете такой тестик. Можно просто, давайте, там, не знаю, сделаем имя, 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 да, чтобы вам было проще и быстрее сделать имя. Там, не знаю, ли я, да, и выбираем варианты выбора. То есть, когда вы, вам необходимо провести какое-то занятие, да, то есть, нужно первым делом удобным способом созвониться, второе, это провести какой-нибудь опрос, тест, выдать какие-то задания. Здесь, к примеру, сделаем там ваш e-mail, чтобы я мог вам ответить. Так, e-mail тоже выбираем из теста, и потом создаем какое-то поле. Ну, здесь я могу уже размещать какие-то вопросы. Там, допустим, 5 плюс 3, сколько будет равно простой вопрос, и можно предлагать варианты ответа, да, то есть, предлагаем варианты ответа. Ну, там, к примеру, 8, сделаем правильный ответ, 9, да, и такие различные варианты ответа. То есть, вы видели, мы создали курс, и сразу уже в этом курсе мы можем создавать какие-то задания. К примеру, здесь я создам какое-нибудь задание. x-7. Сделаем немножечко сложнее. Это вот квадратное уравнение. Здесь уже могут вспомнить не все, как оно решается. И квадратное уравнение имеет несколько вариантов ответов, поэтому здесь можно эти варианты ответа уже тоже сделать 0. А, да, ага, ага, можно вот добавить, к примеру, все автоматические, да, чтобы сейчас не тратить время на ввод. Ну, и, в принципе, можно этот тест отправлять. Но пока этот тест будет без автоматической проверки, этим тестом можно с вами поделиться, сделать короткий URL и отправить обучаемым любым удобным способом. Если вы будете проходить, вот, попробуйте заполнить этот тестик. К любому тесту можно создавать таблицу, чтобы эти ответы попадали автоматически, да. И я сделаю его сегодня в тест. Тест, какое у нас сегодня число? Десятое уже, да, 20-20, 12-10, да. К примеру, создается таблица. И если кто-то из вас сейчас подключится к этому тесту, я смогу в режиме реального времени видеть ответы, которые поступают от пользователей, да. Вот, пока вы там подключаетесь, что-то отвечаете на эти вопросики, я вернусь к основной нашей теме. Это как проводить с помощью сервисов Google свои занятия. То есть, мы посмотрим, как создать задание какое-то. Вот, наше Google. Там по умолчанию тоже был создан какой-то простой тест. Можно вернуться в этот тест. Он будет с возможностью проставления правильных оценок. Пока вы посмотрим, кто-нибудь заполнил, нет? Ну, заполните последнюю ссылочку, кто-нибудь не стесняйтесь ответить. Как-то неправильно, без разницы. Это для теста, для того, чтобы вы видели, что все данные, которые... Все, на что будут отвечать ваши студенты, о них данные будут заполняться автоматически. Ну, немножечко вернемся. Вот здесь идет наш тест. Бланк-виз, да. То есть, по умолчанию сделался. Ну, сделаем здесь, допустим, второй тест. Там, чтобы по-русски было. И там какие-то вопросы сделаем. Тоже нужно редактировать эти вопросы. Пока еще никто не ответил. А, ну все. Вот, смотрите. Все. Вот результаты попадают автоматически. Таблицу. Видно? Да, 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 да. Все. Ольга, Татьяна, Елена, спасибо. Приняли участие. Все. Данные побежали. И в режиме реального времени вы наблюдаете за тем, как отвечают ваши слушатели. Я вижу, что демонстрация экрана остановилась на каком-то одном месте. Я возвращаюсь в нашу презентацию. В нашу презентацию. И буду уже дальше рассказывать. То есть, все. То есть, Google Class очень легко, удобно использовать, чтобы приглашать ваших слушателей на дистанционный курс. После этот курс можно наполнять. Те, кто записался, я для вас там подготовлю. Если вам будет интересно, подготовлю материалы, которые необходимы еще для эффективного проведения своих дистанционных занятий. Тем, кому не интересно, просто выходите из курса. Все. И вам никакие уведомления, оповещения не будут приходить. Ну, смотрите. Созвонились вы со своими обучаемыми. Запустили дистанционный курс. И следующим этапом идет то, что если вы будете записывать основные ключевые моменты своих занятий, то большую часть на повторение материала или для более глубокого усвоения можно переложить на компьютер. То есть, раньше преподавателю приходилось много раз, учителю много раз до полного усвоения, говорить одно и то же. То есть, как бы, есть такая теория, что если придет талантный преподаватель, будет рассказывать своим ученикам какую-то, доносить новую информацию, если 2% его слушателей усвоит только 2% информации, это будет хороший положительный педагогический эффект. И чтобы этот эффект достигался больше, то есть, классно, если вы научитесь записывать занятия. Я использую программку Contasia Studio для записи экрана. Contasia Studio подходит очень классно. Я буквально нажимаю кнопку записи, и мое занятие начинает идти. То есть, вот я могу даже вам продемонстрировать, что сейчас я возьму второй экран. То, что будет происходить, я поставлю на записи, и потом вы сможете короткий видеоролик просмотреть на моем канале те действия, которые я отображаю. То есть, вот случается какая-то беда, да, начал я вам транслировать свой экран по Мирополису. Хоп, через некоторое, через там 10 минут, и трансляция экрана остановилась. То есть, слушатель не видит, не позволяет скорость соединения дальше. Можно видеоролик записать, будут все пиксели вашего экрана записаны в хорошем качестве, и потом вы опубликуете этот видеоролик на YouTube, на какой-то другой сервис, и будет все в порядке. Программ для записи экрана много, но бесплатную программку. Можно MoveMaker. И также я рекомендую еще попробовать использовать расширение браузера. Это ScreenCrestify. То есть, если перейдете по этой ссылке, вам будет доступно расширение браузера, и не надо ничего устанавливать. Так же, как мы созвонились в Google Meet, вы открываете просто браузер Chrome, и начинаете трансляцию. Если вам необходимо записывать видео со своего мобильного телефона, то есть, к примеру, ведете простое занятие на доске, а надо записать. То есть, берете штатив и включаете запись видео на своем мобильном телефоне. После того, когда видео ваше готово, теперь его можно уже заливать на YouTube. Но перед тем, как заливать на YouTube, для тех, у кого не получилось записать видеоролики, я говорю, что в YouTube есть простая кнопка, начать трансляцию. Есть какие-нибудь у вас каналы на YouTube, видеоролики, может быть, вы находили. Пришлите ссылки на свои видеоролики, пришлите ссылки на какие-нибудь... на свои каналы на YouTube. То есть, я хочу сказать, что канал на YouTube есть практически у каждого. Просто, может быть, многие не знают об этом. Зайдите на YouTube, нажмите «Войти», потому что все практически пользуемся мобильными телефонами. Мобильным телефоном нельзя пользоваться, если у вас нет аккаунта Google. То есть, именно аккаунт Google сохраняет ваши контакты, позволяет устанавливать приложения и так далее. Ну вот, Марина Валерьевна прислала свой канал. Хорошо, здорово. Кто еще пришлет, поделится своим каналом, давайте... Там мои ссылки на те продукты, которые я создаю, те веб-сайты и так далее, доступны по... Здесь... Сейчас... О! О, сколько у нас тут есть человек, который ведет свои каналы. Так, посмотрите. Угу. Есть. То есть... Я в основном... На YouTube, мне просто становится обидно за вообще подрастающее поколение, то, что они смотрят какой-то вообще шларг полностью, который вообще не связывается на YouTube. чтобы продавать талии. Классных образовательных каналов, конечно, очень мало. То есть, над ними стоит работать. Даже если у вас нету каких-то видеороликов, вы просто можете ввести свой канал и на него добавлять любые... любые материалы, которые вы находите и считаете полезными для образования. Поэтому просто заведите канал. Если у вас нету своих видеороликов, то будут... Будете... Те... Ролики, которые рекомендуете посмотреть своим обучаемым. Угу. Так, вот я сейчас даже поделюсь с ссылкой на свой канал. Посмотрим. Много записано. Помогает обучаемому. Ну, прислал ссылку на канал. Да. Все здорово. Есть. Поэтому... Смотрите. Очень легко на YouTube запустить свою трансляцию. То есть, заходите и нажимаете начать трансляцию. То есть, когда вы нажимаете начать трансляцию, транслироваться будет только камера, да? А в большинстве случаев вам необходимо транслировать учебный материал. То, что сейчас я буду рассказывать, это, конечно, не так просто сделать, как в Google Meet. То есть, здесь мы с вами понимаем, что самый простой способ это взять в Google Meet открыть какое-то... открыть мероприятие, начать делиться экраном. Второе нажатие кнопки поделиться экраном, да? И запустить программу и записать то, что вы делаете на экране. Допустим, здесь я уже вижу преимущество там Skype, связанное с тем, что в Skype вы имеете возможность сразу записать. Записать то, что происходит на экране. То есть, они интегрировали возможность записи. Допустим, Zoom. Можно настроить, что он сразу автоматически будет записывать ваше занятие. То есть, будет помещаться какой-то видеофайл. Вот. Но трансляция на YouTube имеет преимущество то, что если вы один раз настроите эту программку, в следующий раз вы будете просто нажимать эту программу, трансляция будет запускаться, и вы завершаете. Трансляция будет автоматически сохранять видеоролик, и он автоматически будет уже опубликован на YouTube. То есть, это очень удобно, чтобы не морочиться с записыванием видеоуроков, отправка их на сервер. И когда вы поймете преимущество записи видеоуроков, да, то есть, у вас их будет появляться там по 30-40 в день, но в зависимости от количества занятий. То есть, я прекрасно понимаю, когда обучаемый с первого раза не запомнит, я записываю видеоурок, этот видеоурок уже появляется на YouTube, потом автоматически интегрируется в его личный кабинет, автоматически напоминает система мониторинга о том, что нужно завтра этот видеоурок, и повторить через неделю. Да, конечно, для долгосрочного запоминания желательно настроить, чтобы через месяц приходило. Поэтому, чтобы выйти на такой уровень, смотрите, как нужно делать настройки OBS Studio. Заходите в OBS Studio, это программа для стриминга на YouTube. Здесь по пунктам я вам обвел, куда надо нажимать, где получить ключ потока. Копируйте этот ключ потока, возвращаемся на нашу прямую трансляцию в YouTube. Название трансляции делаем 6, какую захотите, нажимаем кнопочку 7, создать трансляцию, и вот здесь у нас получается, выпадает окошко, куда нужно скопировать и вставить ключ трансляции нажимаем девятую кнопку сохранить. Этот ключ потока у нас в OBS Studio вот здесь указан. Можно с помощью этой программы начать запись. Раньше, когда интернет не был устойчивым, я всегда еще параллельно записывал. Если какие-то пиксели не отправились, потом можно было перезалить это видео в хорошем качестве. Ну, сейчас в режиме реального времени все идет классненько. Вы записываете этот видеоурок, после можно нажать кнопку пропустить, в следующий раз вам не нужно будет. Нажимать только кнопок вы просто на YouTube включили программку OBS, начали трансляцию и она сразу вещает уже на ваш сервер YouTube, потому что ключ потока выинтегрирован в OBS студия. Все. Здесь вас уведомляют, что вы в эфире. Есть постоянная ссылка на прямую трансляцию. Здесь можно даже я сейчас попробую на своем канале просто запустить трансляцию показ видео. Выйдем на пару секунд в эфир, вы увидите, что это делается буквально одним нажатием. Не надо столько заморочить. Вот эти настройки я вам показал именно для того, чтобы вы могли транслировать экран. Ну, для тех, кто проводит там языки, языковые какие-то курсы у вас, там больше нужно именно, чтобы видели ваше лицо. Может быть, это даже и не стоит делать. Но для меня, когда я провожу занятия по программированию, необходимо показывать, как писать программу, как надо делать, что нажимать, сложность системы, сложные настройки я всегда как бы делаю. Вот. На все, после того, когда вы записали видеоуроки, и их можно опубликовать. То есть, режим трансляция это для тех, кто в будущем будет, пожелает экономить время и сразу выходить в прямой эфир, чтобы потом не публиковать, а сейчас вариант для тех полегче. Кто научился записывать, без разницы, записали вы в скайпе свое занятие, записали вы с помощью тех программ, которые сказал, эти видеоролики надо опубликовать. Да, то есть, вы заходите на YouTube и на кнопку загрузить видеоуроки. Это та кнопка, которая была опубликована чуть выше. Так. Чуть выше. Здесь вот, вы можете нажать на этот круг и тогда выбрать файлы, либо на кнопочку выбрать файлы. Я рекомендую вообще более простой способ, это открыть просто окно с вашими файлами. Смотрите, сейчас будет слайдик, вот она. Просто в проводнике открываете папочку «Мой компьютер», выбираем все файлы, которые вы записали. Обычно, если вы проводите полуторачасовую лекцию, то лучше записывать короткие видеоролики. Конечно, можно потом взять в режим студии, вернуться, нарезать эти видеоролики, но со временем как бы я понял, что короткие ролики намного полезнее. То есть, лекцию студентам слушать очень долго. А если эти короткие ролики будут записаны, каждый найдет именно тот пример, который он не понял, что-то упустил, посмотрит именно то, что ему нужно повторить и он перейдет к этому ролику. Вот поэтому у меня и большое количество появляется, что я не полуторачасовые лекции записываю как вебинар, а маленькие коротенькие уроки. опубликовал. Потом здесь я вам показываю, что YouTube не единственный сервис, можно использовать Vimeo, Routube или другие, но они, конечно, отстают по функционалу, такому, как, например, публикация этих видеороликов по отдельным плейлистам. Пользовался кто-нибудь плейлистами на YouTube? Да, вот Марина Валерьевна. Все, плейлисты это очень удобная штука. Вы не занимаете место на своем компьютере, когда сохраняете эти видеоролики. Они доступны в вашем аккаунте, у вас есть много различных плейлистов, то есть, я практически для каждой группы, которую веду или для тех учеников, с которыми работаю индивидуально, создаю отдельный плейлист. То есть, у меня есть, вот, допустим, сейчас я вам плейлист, который доступен по ссылке. И если этой ссылкой не... Если этой ссылочкой я с вами поделюсь, то она будет, вам будет доступен целый плейлист. Вот, давайте тогда вам сейчас какую-нибудь ссылочку по мобильным технологиям в обучении. И в данном видеоуроке мы научимся создавать Google Form для подогрева. Вот, как раз там есть видеоурок, как создавать Google Form, посмотрите. То есть, сделано очень, как бы, удобно. Это еще там у меня древний какой-то плейлист я вам отправил. Где-то было шум микрофона, то есть, если у вас есть какой-то такой шум микрофона, то лучше купить. У меня было несколько микрофонов, и я не всегда замечал, какой подхват с этой программой. Тоже будьте внимательны, пусть будет лучше один, но хороший микрофон в вашем устройстве. Записывайте. И вот такая функция по автодобавлению, чтобы эти видеоролики, которые вы записывали, сразу помещались по нужным плейлистам. Для этого необходимо сделать просто настройки ключевых слов, и если YouTube видит ключевое слово в названии видеоурока, он сразу этот видеоурок добавляет. Марина Валерьевна прислала ссылку на свой плейлист. Все здорово, делимся, смотрим, у кого какие есть плейлисты. Добавляет. Дальше, после того, когда вы созвонились по Google Миту, запустили свой дистанционный курс, то есть необходимо делиться файлами со своими пользователями. Для этого можно использовать Google диск, Яндекс диск. Я написал, что допустим, для хранения фото-видео, то есть можно использовать Google фото, то есть сервис, который был полностью абсолютно бесплатен в протяжении 5 или 6 лет. Такая штука. Еще до 2021 года можно будет пользоваться точно и бесплатно. Вы просто делаете фотографии, они сразу помещаются в облако и все ссылки на это облако будут доступны. Ну что, основные темы сегодняшнего вебинара я раскрыл. то, что было заявлено в анонсе, я постарался рассказать. У меня есть, сколько здесь остается, буквально 14 минут, поэтому давайте я либо поотвечаю на ваши вопросы, либо расскажу о том, как те видео уроки, которые вы записали, превращать в интерактивные видео уроки. интерактив, интерактив, ну что, публика требует, давайте тогда то, что не было заявлено, как бы я тогда буквально вчера проводил конференцию, рассказывал про создание интерактивных сервисов, их множество есть, интерактивных сервисов, у нас в Директ-Академии есть много спикеров, Марина Орешко очень классно рассказывает про эти интерактивные сервисы, вот здесь она мне несколько этих слайдов предоставила, это есть сервисы по созданию таймлайн или виблии, можно их попробовать, то есть сервисы, которые позволяют проводить любые опросы, такие интерактивные викторины, по YouTube, который я сегодня рассказал вам, у вас есть возможность тоже, после того, когда вы опубликовали видео, можно делать подсказки на это видео, это своего рода уже будут интерактивные элементы, которые всплывают и дают какие-то рекомендации по просмотру следующих видеоуроков, можно создавать различные опросы, вот у нас есть проект, это H5P проект, который абсолютно бесплатен и может интегрироваться на любой веб-сайт, я интегрировал это на свои веб-сайты и этот модуль, то есть теперь любой видеоролик, который вы опубликовали на YouTube, можно делать интерактивным, то есть для тех, кто пожелает попробовать этот инструмент, но нет своего веб-сайта, кстати, напишите, у кого есть собственный веб-сайт, сразу скиньте ссылку на собственный веб-сайт, да, те, у кого нету, то я тогда после вебинара я вам предоставлю личный кабинет, к примеру, вот на сайте молодых преподавателей и вы попробуете создать свой интерактивный какой-то контент, но этот проект доступен на многих веб-сайтах, можно будет создавать, вот Марина Валерьевна прислала свой сайт, здорово, спасибо, кто еще имеет свои сайты, скидывайте ссылки, или, ну, напишите хотя бы те, кто желает создать свой сайт, или те, кто хочет попробовать, допустим, создать этот контент, но не желает заморачиваться с хостингом, доменным именем, интеграцией и всеми этими заморочками, а просто использовать для обучающих целей, то есть смотрите, вот к примеру, если мы интегрируем самую простую систему, систему, да, то у нас появляется дополнительный модуль, мы нажимаем на этот модуль и переходим на кнопочку создать новый, да, после того, хорошо, Елена Викторовна, вам предоставим возможность вот так попробовать создать, вы перешли, смотрите, буквально пару пунктиков, выбираем контент, выбираем добавить новый, выбираем интерактивное видео, то есть с помощью этого сервиса можно добавлять различные интерактивные презентации, множественный выбор и нажимаем кнопку использовать, все, после того, когда мы выбрали, что мы будем использовать интерактивное видео, мы нажимаем на плюсик и вставляем любой ролик с YouTube сейчас я вам тогда скину ссылку на вот этот ролик, который я создал, то есть, если вы перейдете на матем онлайн, чуть позже в презентации там будет показано, сейчас, в одном мгновении, так, компьютер под конец презентации начинает долго думать, сейчас вы все увидите, как это все работает в режиме реального времени, вот, мы выбираем, какой ролик хотим использовать, просто вставляем эту ссылку и теперь обратите внимание, этот ролик вы не измените, на YouTube он точно такой же останется, просто на веб-сайте поверх этого ролика будут добавляться живые линейки, такие как надпись, текст, таблица, ссылка, изображение, можно добавлять различные тесты, вопросы с несколькими, вопросы заполнения пропусков, выделения, можно даже вот эти элементы по перетягиванию, знаете, как дети любят там перетягивать, находить элементы, ну, вот, я вам показываю, как добавить простой текст, вот, вставляем, выбираем простой текст, да, это вот это, если вы нажмете самую первую, ну, вторая на кнопочке, можно просто надпись, а я выбираю лучше сразу текст, его побольше элементов, настроек есть, вставляю какой-то курс, который вот я запускал, запустил недавно, и этот текст вставляется поверх этого видео, видно, да, что вот так получилось, да, так, второе, перетяну, вам продемонстрирую, после того, когда этот текст добавлен, мы, соответственно, указываем, будем ли мы останавливать это видео во время демонстрации этого экрана, будем ли мы это видео отображать, как кнопкой какие-то на весь экран, то есть, я люблю, как постер делать, потому что маленькие такие элементики, пользователь, когда будет смотреть, он может пропустить или на каком-то красочном видео, даже этот не заметить, поэтому выбираем, чтобы был виден текст, потом, следующий классный пункт, это создание вот этих тестов, да, и вы выбираете, что, вот у вас будет название этого теста, делайте какие-то вопросы, выбирайте те вопросы, которые будут правильными, неправильными, назначайте количество баллов, то есть, в процентах можно сделать дифференцированную шкалу, так, вот, и после этого вы указываете время, есть масса других настройщик, чтобы было автовоспроизведение видео, показывать кнопку перемотки поверх этого элемента, ну, здесь вот основные элементы, которые необходимо нажимать, я вам показал, да, допустим, следующий модуль, это fill in blank, да, то есть, заполнить пустые места, это вот 26, 26, что я ввел, это показывает, какой элемент интерактивный вы добавляете, то есть, делаем 28 пункт, это время, которое, которое будет отображаться этот элемент, и после этого можно, точно так же, как я вам уже говорил, делайте, чтобы это был постер, чтобы это не терялся на видео в виде маленькой кнопочки, а отображался поверх всего видео, то есть, здесь сохранено то время представления и исчезновения, нажимаем сохранить, опубликовать, и, ну, основные эти пункты заполнять, у меня, сейчас мало времени, чтобы вам рассказывать про все дополнительные настройки, вот здесь я вам просто показал, что поверх видео можно пользователю предоставить возможность, предоставить возможность заполнять пропущенные слова для преподавателя языковой дисциплины, это будет очень классно, вы добавляете эти элементы, все, вот можно добавлять свою фотографию поверх какого-то видео, то есть, это делать настолько легко, что раньше, допустим, что-то нужно было добавить на видео, я включал сложные редакторы, Adobe Premiere, какие-то редакторы для редактирования видео, сейчас я понимаю, что можно, если нужен тебе какой-то текст, обучающий материал добавить на это видео, ты делаешь вот с помощью этого плагина различные примочки и видео уже становится более живым, так, появляются вопросы добавления слова будут на панели или просто буквы поверх изображения, вы можете сделать и фун у этого текста, который добавляете, да, то есть, можно просто, чтобы буковки бежали, но иногда, если вот у меня черный там пиджак, я написал черным текстом снизу, это будет не видно, я делаю какой-нибудь фун, у него можно сделать градиент, можно сделать прозрачность, то есть, практически все, что вы публикуете, оно будет доступно, ну что, посмотрим, как это выглядит в режиме реального времени, я не знаю, Мерополис что-то подводит с демонстрацией экрана, но я попробую еще раз сделать демонстрацию экрана, вот я открыл страничку, ссылку, где это интерактивное видео опубликовано, смотрим, как все это работает, запускаем видео, его можно развернуть на весь экран, да, Мерополис немножечко подвелся экраном, вот видно, у меня запустилось видео, здесь отображается экран, здесь я программировал первый элемент, чтобы у нас с дистанционным репетитором, вот, и дальше возникает уже сразу через 10 секунд первый тест, на этот тест можно ответить, я программировал первое, чтобы были разные вопросы, я приглашаю на свой вебинар, самое интересное, то, что вы посмотрите, как это работает, создавать подобные сервисы, таких как Zoom, сервисы, да, если такие видео вам будет интересно создавать, то пишите мне, я оставлю после свои контакты, да, будем работать на создание таких интерактивных элементов вместе, все, здесь я уже вам демонстрировал, как создавать, создавать свои эти тесты, но все, в принципе, успел в рамках сегодняшнего вебинара рассказать о том, как установить связь со своими слушателями с помощью Google Meet, как интегрировать и провести занятия с помощью Google Classroom, когда вы проводите созвонились с Google Meet, интерактивные после этого мы научились записывать и публиковать видеоролики и даже голубым по Европе пробежались по тому, что эти видеоролики уже просто так делать скучно, надо превращать эти ролики в интерактивные элементы, ну, далее, допустим, после того, когда вы создали этот ролик, видите, вот после уже проигрывания этого видеоролика сразу высвечиваются результаты тестов, вы с легкостью информацию о этих тестах можно делать, дальше на презентацию вам останется посмотреть, я вам другие сервисы рекомендую как бы Kahoot для создания интерактивных опросов, классная штука, игры, викторины, там ваши тесты уже будут анимированы после Kahoot, то есть попробуйте еще Quizless, здесь следующая презентация и оставил уже презентацию по тому, как интегрировать на собственный веб-сайт эти ролики, но здесь уже как бы выходят за рамки нашего вебинара, здесь нужно немножечко обучиться, мы в Директ Академии наверное где-то в феврале запустим мой авторский курс, я провожу всего лишь курс раз в год, поэтому следите за моими бесплатными вебинарами, я еще выйду на связь в декабре, вам тоже расскажу несколько интересных альтернатив, с помощью которых можно запускать свои занятия, а уже по вот этим технологиям тому, как создавать свой сайт и который будет прежде всего экономить ваше время, то есть мы в рамках курса настраиваем систему таким образом, что дальше преподаватели просто уделяют время своему обучаемому, а вот это временно выдачу задания, автоматическую проверку, все это делает компьютер, он может все автоматически проверять, вносить на дашборд преподавателя, здесь я вам оставил ссылочки о том, как вы можете пока зарегистрироваться, поэтому у кого не получится ничего страшного, то есть главное сделать первый шаг, установить голосовую связь, записать видео урок, его публиковать, а уже потом, когда у вас этих видео уроков будет много, то их желательно сделать удобным образом для своих обучаемых, ну что, в принципе как бы сегодня основные моменты я вам рассказал, оставляя свои контакты, пишите на e-mail, кому интересно, вопросы задаем, я пока еще с вами, все, но наверное уже я с вами попрощаюсь, давайте тогда много не поняла, а что было непонятно, то есть мне кажется допустим то, что я сегодня рассказывал, оно в принципе понятно, просто непонятно может становиться тогда, когда начинаешь делать, да, то есть где-то там много кнопок какую-то нажал не то, оказался не в том месте, вы просто берете презентацию, я вам выделял именно ключевые моменты, что необходимо нажимать, чтобы попадать именно в те места, все, спасибо, поэтому, маленькое спасибо, это приобретение сертификата об участии, вот это я тогда вниманию, это спасибо, так, я очень рад, что сегодня было доброжелательно аудитория, даже увидели друг друга, то есть я часто провожу и вебинарная комната не позволяет увидеть всех участников, а так хоп, гугл, не получили все ссылку, друг другу улыбнулись, у меня аж в хорошем настроении прошел вебинар, о, бабаш, вот большое спасибо, уже по-русски звучит, да, так, большое человеческое спасибо, все, очень рад, что мы сегодня с вами за такое короткое время усвоили много материала, поэтому я буду очень рад, если вы мне пришлете на мой email хотя бы коротенький видеоролик, записанный самостоятельно, то есть я тогда пойму, что действительно то, о чем я рассказывал, не ушло в пустоту, а кто-то научился, то есть у нас сколько сегодня участников много, поэтому я даже не знаю сколько, сколько там, ух, как, 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 много, 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 маленькое окошечко Мерополис не позволяет, а вот 53 участника, да, что до финала, но для тех, кто посмотрит в записи, я тоже, что у нас своё email, коротенький ролик, удалось сделать, всё, те, кто запишет свой первый видеоролик, я постараюсь дать рекомендацию, консультацию, как сделать следующий шаг, добавить хотя бы какую-нибудь ссылку наверх этого ролика, да, то есть сделать хотя бы его немножечко интерактивным, ведь вы посмотрите, мы преподаватели очень сильно отстаём от мультимедиа, насколько наши дети сейчас увлечены там всякими мультфильмами, играми и так далее, то есть там создают такой интерактивный контент, что скоро мы вообще окажемся ненужными, и только если мы начнём создавать тоже классный интерактивный контент, то есть мы будем как бы ещё интересны будущему поколению. Всё, ну всё, хорошо, я с вами прощаюсь, Break it down, ̀ Нажсbury и пускай отстаём мультфильмамики вы можете